С незаплантных времён Компания Городанка Питчерс Представляет Медицинский эпос Заказания Аутбитсадарди Часть вторая Утешествуя с планеты на планету, великий духовный космонавт Мрадо Муни посетил обитель господа Нарайана Вайкунт Нарайана! 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 Ты выглядишь печально! Нарайана! Нарайана! Ты прав! Я был сам в себе и никогда не страдал! О мой Господь! Скажи тогда, что огорчило тебя! Ведь я тебя таким ещё никогда не видел! Я люблю о тех, кто отвернулся от меня, оставил мне множество и погрузился в мир и иллюзий и страданий. Я их люблю всем сердцем и с болью наблюдаю, как им катастрофически не хватает моего тепла. Тогда, тогда, мой Господь, я готов немедленно отправиться в мир иллюзий, чтобы снова их вернуть к тебе, чтобы снова увидеть тебя счастливым. Пойми, ну ладно! Задача это не из легких. У всех есть свободный грех, и они свободно выбирают грех. Хотят стать Богом и не хотят служить. О Господь моего сердца! Чтобы вновь увидеть лучезарную улыбку на твоём лотосоподобном лице, я готов пройти через любые испытания! О, мой любимый сына! Твоё сострадание не имеет границ. Я даю тебе буду сваления. Всякий, кто захочет вернуться ко мне, по твоей милости, может сразу же перевестись в духовный мир. Да будет так, как ты сказал. Нарайна! Нарайна! И Нарада Муни отправился в царство снов, чтобы исполнить желание Господа. А в это время в деревне Сад Погуновка мирно жил со своей женой один очень религиозный брат. Эх! Хорошо! Опять весна наступила. Цветочки распускаются. Птички поют. Околу мучат. Да и ребята, глянь, снова за девчатами бегают. Эх уж это молодёжь, жизни не знают, тхарму не соблюдают. Куда катится мир? А я здесь, в нашей деревне, самый религиозный человек, понимай. Потомственный брахман, так сказать. Священник, тупо того. На самом деле, всё благочестие нашей деревни держится на мне одну, вот. А вы, конечно же, спросите, что за нектарный напиток я пью. Я скажу и даже не буду скрывать. Это волшебный, нектарный, вкуснейший сладкий рис. Вот. Ну что, друзья мои, тогда за ваше здоровье. Вот скажи, Михалыч, когда модный пил сладкий рис, что смотришь глазами моргаешь, не помнишь и не вспомнишь. А всё потому, что тхарму не соблюдаешь. Как говорит Господь, Дарма Рашида Рашида. Тот, кто соблюдает тхарму, тот и пьёт сладкий рис. Вот. Ладно, не переживай. Я тебя благословлю. В следующей жизни родишься в Рахман. Вот. Ну а ты что, Семёновна, искоса на меня завистью смотришь? Что нет у вас кузьмичом дома, сладкого риса? А это потому, что кузьмич мой шудро-шудро и шудро и помрёт. Да ладно, ты не гнычь, а лучше приходи ко мне завтра и приноси для ягни топлёное масло, йогурт, сметану, бананы, ну и манго, конечно, я тоже люблю. А я уж помолю за вас кузьмичом, чтоб карма ваша улучшилась, а то и гляди, на райские планеты благодаря мне попадёте. Да хватит тебе, Семёновна, всё мне вновь кланяться, да и целовать их не надо. Ты пойми, глупая, я же очистила сердце. Без клярысона, так сказать, для медейства, Рась. Ну, в общем, жду тебя завтра с гостинцами и подарками. Вот. Эх. Что-то я снова проголодался. Дуня! Дуняша! Да где тебя носят? Бегу, бегу, родимый, чем могу служить грабу? Слушай, Дуня, что-то я снова решил перекусить. Давай-ка поджарные картошечки и огурчиков солёненьких с погреба принеси с квашеной капусочкой. Прабу, вы же 15 минут назад ели. Да, ел. Ну и что? Я ел, ем и буду есть. У меня после чистки печени знаешь, какой аппетит? Ух! А ещё, глупая женщина, мы брахманы, это желудок самого Господа. И накормить брахмана это большая удача для каждого. Так что давай, Дуняша, меньше слов, а больше дела. Слушаюсь, мой господин, а картошечку как всегда с корочкой? Ну, конечно, с корочкой. И паниру положить зелёным горошком. Ну, всё как обычно. Ну, тогда я побежала. Давай, Дуня, прогрессируй. Да, жена у меня, конечно, неплохая. Покладистая, астетичная, ну и внешне ничего. А с мужем ей, конечно, повезло на 100%. Вышла замуж, так сказать, за великого святого. Я ж тут всю деревню в духовный мир тащу. Они без меня давно пропали. А ещё, скажу вам по секрету, ждём мы с Дуняшей пополнения в ближайшем будущем. Решили, так сказать, призвать отчарю в нашу семью. У меня с Дуня перед зачатием Ковардхан донтовато не обошла. Ну, а я рядышком с ней ехал на телевизоре и вдохновлял как мог её на героические подвиги. Вот. Эх, хорошо, пока. Прабу, Прабу, там такое случилось! Там такое настоящее чудо! Вы не поверите! Да что ты раскричалась, Дуня? Что там такое случилось? Картошка, что ли, захочет? Да какая картошка, Прабу! Сам великий мудрец Нарада Муни посетил наш дом! Дуня, ты в своём уме? Как Нарада Муни может оказаться в нашем доме? Он же житель духовного мира! Прабу, может, я, конечно, сошла с ума или чего-то не понимаю, но посмотрите сами, кто это стоит на пороге нашего дома! Дуня, ты в своём уме! Дух жизни, я не прошёл В тебе وسowing! Он, на мой рай моя! 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 Надь, гнильюбраю! Я счастлив всегда! Ведь небо сбываю! Заполняй ты, здесь нет моего, моего, это премьерный. Не может быть, так это же сам мордомуй. Вот так чудо. Или мне все это снится? Нет, это не сон, удачливая душа и даже не галлюцинация. Перед тобой действительно Нарада Муни. До сих пор не могу поверить, сам Нарада Муни. А я же о нем только в книжках читал. Дуня, ну что ты встала, как вкопанная? Быстро кланяемся. О, великий мудрец, нам несказанно повезло, что вы посетили нашу скромную обитель. И мы теперь благословлены пылью с ваших лотосных стоп. Возможно, вы устали с дороги и сильно проголодались. Дуня, ну-ка бегом на кухню. И чтобы через полчаса был царский пир. Прабу, а оливки открывать? Ну, конечно, открывай. И сгущенку тоже. В общем, неси все, что увидишь. И ничего не жалей. О, благочестивый Брахман, Я очень доволен твоим гостеприимством. Пусть исполнятся все самые чистые желания твоего сердца. Скажи, о Брахман, Как идет твое поклонение верхом величности Бога? И какова конечная цель всех обрядов и ритуалов, которые ты выполняешь? О, великий мудрец, Поклонение Богу в нашем доме Проходит по высшему стандарту. Так как, будучи потомком Великого Брахманского роду, Я тщательно и скрупулезно Выполняю все правила И предписания Панчераприки. Каждый день мы предлагаем божествам По 14 подношений к Боге. Чтобы защитить наш дом И всю деревню, Я каждое утро читаю защитные мантры, Тантры и кавачи. А омовение Делаю чуть ли не каждые два часа. Народ-то у нас в Калиюгу, Знаете, весь оскверненный. Как кто посмотрит на меня, Аль поздоровается, Так я сразу в пруд и ныряю. Бывает целыми днями из пруда и не выхожу, Чтоб не оскверняться. Вот такой у нас стандарт, понимаешь ли. Скажи, у безгрешная душа, А какова конечная цель Всех твоих ритуалов и омовения? Как какая? Самая высокая. Вернуться домой к Богу. Цель достойной королей. Так ты действительно Хочешь вернуться к Богу? Ну, конечно. А какой тогда смысл Так сильно напрягаться? О, удачливая душа, Тебе очень повезло. Господь Наделил меня особым благословением Освободить тебя От мук рождения и смерти И перенести сейчас же В духовный мир. Прямо сейчас Отправиться в духовный мир? Вау! Заманчиво, конечно. Да, дело-то не шуточное. Я должен срочно посоветоваться С женой из старосты деревни. А вы пока отдохните, Чайку попейте, А если нужно и поспите. А я должен все тщательно обдумать, Чай не каждый день Господь зовет в себе на небеса. Ну, в общем, отдыхайте. В этом мире есть все, Но не хватает только одного Чистой любви к Богу, Благодаря которой Человек мог бы оставить Все свои материальные привязанности. КОНЕЦ 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 О, Ваша светлость! Ну, в общем, посовещались мы с Дуняшей И на совете деревни Приняли такое решение, Что рановато мне пока еще Покидать эту грешную землю И возвращаться в духовный мир. Вот. А не спеши ты меня хоронить, А у нас еще здесь дела, У нас дома Дуняша одна, Да и просто хотелось пожить. У нас дома Дуняша одна, Да и просто хотелось пожить. Ну, сами поймите, Столько обязанностей, Да еще жена в положении, А люди что скажут? Оставил жену одну В такое тяжелое время, А сам в духовный мир. Эх, как ни крути, Пока не получается. Да ты не переживай, Господь позаботится обо всех, И о жене, И о жителях деревни. А зачем нам лишний раз Беспокоит Господа? У него и без нас Хлопот хватает. Давайте так, Вот родит Дуняша богатыря, Проведем все обряды, Благословим малыша, Погуляем, Ну, а тогда не грех И в духовный мир. Хорошо, Будь по-твоему, Как только родится ребенок, Я снова вернусь. Нарайна! Нарайна! Непременно возвращайтесь, Я с нетерпением Буду ждать вас. Ух, Чуть инфарк не схватил. Прабу, Прабу, Он уже ушел? Да, Еле отбелись. Дуня, Я так переволновался, Что у меня снова Разыгрался аппетит. Так что давай, Дуй на кухню. Бегу, бегу, родила. Картошечку с корочкой, Огунчики, капусточку, Все как обычно. Ну, конечно, Дуня, О чем может быть разговор? Давай бегу. Ох уж эти мудрецы святые, Все нам обычным смертным Не дают расслабиться. А у меня ж Столько дел, Столько обязанностей. Вы ж поймите, Все на мне держится. Молитвы, Кавачи, Ритуалы. Да и на кого я деревню оставлю? Они ж без меня пропадут. Эх, ну да ладно. Пойду вкушу за ваше здоровье. Нарайна, Нарайна. Эх, хорошо. И вот пришел срок, И у Брахмана Родился наследник. Радости его Не было пределом. Целую неделю Сельчане Праздновали Это великое событие. А наш герой Все никак не мог Нарюбоваться На свое чадо. Эх, Хорошо-то как. Уже целую неделю Празднуем. Какая великая удача Посетила наш стол. У меня Родился Такой богатырь Настоящий Ачария. Его тело Отмечено Всеми благоприятными Знаками. Руки Достигают до колен, Как у всех Великих личностей. А глаза Огромные, Как лотосы. Одним словом Полубог. А знаете, Какое первое слово Он произнес? Ни в жизнь Не догадаетесь. Просад Весь в меня. Мы даже Его так и назвали Маха Просад. А какой он сильный. Ух, Богатырь. Он уже сейчас Весит 16 килограмм. Хотите на него посмотреть? Хотеть не вредно. К сожалению, Пока не могу. А вдруг Еще сглазите Моего красавца? И что тогда Делать будем? Он же для меня Дороже всего на свете. Вложу в него Все, что знаю И умею. Сколько Счастья И радости Принесет Наш Маха Просад. Эх. Вета Пробу. Вета Пришла. Ой, Горе мне Горит. Несчастная Женщина. Да что Случилось, Дуня? С ребенком Что-то не так. Хуже Нарадамуни Вернулся. Нарадамуни Я же совсем забыл. Так, Дуня, Хватит хлыкать. Давай, заби его. А я сейчас Что-нибудь придумаю. Нарайна 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 Нарадамуни 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 Ну что, Готов ли ты Отправиться в духовную Нарадамуни Приходите А лучше даже Через двадцать пять Я к тому времени Выполню свой Отцовский долг Как положено Обучу сына Уму-разуму В люди его Выведу Женю на достойной Девушке Ну, Чтоб не стыдно Зачистну было А там уже Чистым сердцем Из угрызения Совести К нашему Любимому Господу Да Как Сенат Привязан Средусловленной Души К этому Миру К домашнему Уюту К родным Душам И сколько Усилий Нужно Чтобы Порвать Все эти ложные Ладно, Брахмар Воспитывай Своего сына А я вернусь Через двадцать лет Обязательно Возвращайтесь Мы будем Очень скучать По вам И с нетерпением Ждать Новой Встречи Фуу Еле Выкрутился И почему Он выбрал Именно меня Дуня, что на мне свет клином сошелся? Он лучше вкус мяча взял, ему все равно терять нечего. Ну да ладно, теперь у нас с Дуней все будет хорошо. Дуня, гуляем! Хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю. Хорошо, все будет хорошо, почувствую я Дуня загуляю. Он загуляю. Двадцать лет жизни пролетели как одно мгновение, И наш герой готовился к свадьбе любимого сына. Так, хорошо. Опять наступила весна, Снова поют птички, Мычат коровы, А мой любимый сынок Завтра женится. Столько сил и крови Я потратил на его воспитание. Передал ему весь свой жизненный опыт, Все свои духовные реализации. Я просто уверен, Что он станет достойным преемником Своего великого отца. Ура, товарищи! Прабу, Прабу, очнитесь! Великое несчастье обрушилось на наши головы. Несчастье? Да что там случилось, Дуня? Нередко, что ли, умерла? Хуже! Опять Нара-домуни вернулся! Что? Нара-домуни снова здесь? Все! Мне конец! А-а-а! Пусть! Прабу, Прабу, очнитесь! Я вас умоляю! И время сейчас падает в обморок! Дуня! Он уже ушел? Да нет, не ушел! Что будем делать, Прабу? Так, Дуня, Слушай мою команду! Короче, скажешь ему, Был я срочно уехал в соседнюю деревню по делам! Ай, намекнешь, так сказать, помягче! Чтоб больше мне приходил! А я пока спрячусь в подвале! Ну, с Богом! Все, я полез! Нара-эна! Нара-эна! Скажи, удачливая женщина, Где твой благочестивый муж? О, великий удлец! Простите меня! Я совсем забыла! Он же с утра уехал в соседнюю деревню по делам! У нас же завтра свадьба сына, Поэтому хлопот не проворот! И прошу вас, пожалуйста, Не приходите к нам больше! Дайте нам спокойно дожить Отпущенный срок! А-а-а! А-а-а! Ой, что-то случилось! Пропул! Что с вами, Пропул! Убился! Ой, горе мне, горе! Ой, ясная я! Да кому ты нас отстанешь, врагу? Мне очень и очень жаль, Что еще одна человеческая жизнь Прошла впустую! Я скорблю о том, Что так и не смог повлиять На трагический конец этой истории! У этого бракмана Были все шансы Вернуться в этой жизни назад к Богу! Но из-за своей привязанности к семье И дому Он вынужден был оставить тело Как творог и пес Нарайна! 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 Упав с лицом, Наш герой Благополучно Солит тело А в следующей жизни Родился собакой В том самом доме, Которому Упав с рыбой Благополучно 四-хої 2-х А уступим Уступим Солит тело Это Благополучно Собака бывает кусачей Собака бывает кусачей Шарик к ноге, шарик сидеть, шарик голос Проголодался, наверное, на, кушай, кушай Так напоминает мне моего права Такой же красивый, чистоплотный В пруду любит купаться И аппетит такой же ненасытный, как у медведя Да, где теперь мой правон? Наверное, у Нарайны своего Где же ему еще быть? Эх, Нарайна, Нарайна Эх, хорошо Опять наступила весна Птички поют, коровы мычат А молодые псы все за дворняшками бегают Ух, уж это молодежь Дхарму не выполняют Дома охранять не хотят Все у них, понимаешь, романтика Ух, ух, ух А ведь в этом мире все на нас На собаках держится Люди без нас давно б уже пропали Ой, кто-то идет Надо облаять Ух, ух, ух Нарайна Нарайна Ух, ух, ух О, Нарадамуне Не может быть Вот так встреча Какими судьбами в наших краях Ух, ух, ух Ну что, бедолага Ты только посмотри Во что превратилась твоя жизнь Ты был высокообразованным брахманом Но из-за своей глупой привязанности Стал обычным сторожевым псом Но тем не менее Господь очень милостик тебе Он дает тебе еще один шанс Одно твое желание И мы точно же перенесемся В духовный мир Меня в духовный мир Ха-ха-ха-ха Вот это милость Да я с радостью Но, к сожалению, пока не могу Столько обязанностей Ведь здесь все на мне держится И дом охраняй И хозяйку защищай Одним словом Мне до духовной жизни К тому же У меня есть невеста Жужа И мы с ней Скоро ждем щеня О, это она Ну все Я побежал А насчет духовного мира Приходи лучше лет через десять Вот тогда С превеликой радостью Нарайна Нарайна Приходи позже О, мой Господь Я просто поражен Как сильна твоя иллюзорная энергия Которая так искусно Запевает разум всех живых существ Служение тебе Это сладчайший нектар Но слепленное иллюзии Живое существо Так легко меняет этот нектар На яд чувственных наслаждений Но я все равно не сдамся Я готов продолжать свою миссию По освобождению обусловленных душ Из плена иллюзии Я снова и снова Буду возвращаться сюда Пока последний грешник Не обретет прибежище У твоих лотосных стоп Нарайна 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 По разным планетам И звездам летал И где б только мог Я гость подославил Людей и животных От ада спасал И разве их счастья Я все здесь оставил Кришна исполнил Желания мои Еще одна жизнь И я обещаю Рождаться лишь там Где слухи в раи А пока помоги Забери твою маю Кришна, нам так Не хватает тебя Живем без тебя Наше сердце пустое Жить без тебя Значит все это зря Кришна, приди Ну что тебе стоит Собаки все лают Охраняю дома Рычаг на прохожих В злобе и в страсти Каждый по-своему Сходит с ума Но без тебя У собак нету счастья Кришна, позволь мне С любовью служить Тебе предлагать Эти манго и розы Мне без тебя Просто незачем жить Лишь напротив И сутри мои слезы Кришна, нам так Не хватает тебя Живем без тебя Наше сердце пустое Жить без тебя Значит все это зря Кришна, приди Ну что тебе стоит Кришна, нам так Не хватает тебя Живем без тебя Наше сердце пустое Жить без тебя Значит все это зря Кришна, приди Ну что тебе стоит АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вас, ребята, поставился? Да! Хотите еще? Да! Ну тогда приглашайте нас в следующий раз.